Кристинка осталась дома. Из необычного взяла еще сметану 15% из топленых сливок. Денькин дебют. Я его взяла, забрала пораньше с садика. Все, взяли, теперь сок. Тащу просто и матерюсь. Так, отправляю наше блюдо на 40 минут. Я прибрала гардероб. Ходить покажу. Всем доброе утро, мои хорошие. Я сегодня с вами не здоровалась. Деньку отвела в сад. Что-то у него сегодня с настроением было непонятное. Я сейчас скорее выбегаю. Я даже чуть-чуть привела себя в порядок. И практически в домашнем выпрыгиваю за посылкой. Потому что курьер меня уже ждет на месте встречи. Потом надо посылку отправить. Это для девочки, которая выиграла в конкурсе в прямом эфире. Вот последний эфир, который мы с Кристинкой провели. Там конкурс был. Сумочку выиграла она поясную. Вот. А еще у меня вот такая кружка. Сейчас седу в машину, покажу. Сейчас пока еду, хочу с вами поболтать в голове. Я просто сейчас читала комментарии по поводу того, что там увидели ребенка. И говорят, что такой бледненький, что же он не ходит никуда. Селена, вот, короче, никуда не выводит ребенка и так далее. Да, еще рано, на мой взгляд, вообще погода еще такая, ну, как бы непредсказуема в том плане. У нас, например, ветра. И ребенка, он если пойдет куда-то на водоемы или куда-то тусить, ну, как бы ни один человек писал, сразу скажу, да, почему вот сейчас, пока вы не видите влогов, что мы где-то гуляем, куда-то идем. Потому что на улице ветер. Ну, вот вчера толком особо не гуляли, но уже в машине посидели чуть-чуть под кондером, да. Ветер вот этот вот туды-сюды, пока прошлись, и все. И у меня насморк, и дынька что-то тоже там с насморком. Ну, не так, чтобы прям там не зеленые сопли такое, да, но уже это такое некомфортно. Вот мне лично некомфортно. Вот, поэтому вот сейчас ветер прям конкретно. Вот смотрите, видите, деревья фигачат. И в такую погоду куда-то идти на водоем, ну, как бы вообще. У нас тут вообще рядом есть фонтан, там, знаете, детишки бегают, вот это веселятся, жара. Я жду прям вообще какую-нибудь хорошую погоду, чтобы не было ветра. И я прямо очень хочу сделать ему выходной с садика и повезти его на этот фонтан, чтобы он там от души поплескался, нарезвился домой. Может, и сами там ножки помочим, и подзагораем. Вот. Ну, просто сейчас погода совершенно не ась. И в планах у меня тоже, чтобы мы куда-то поехали, ну, не на море. Мы не собираемся ехать на море, пока нет планов. Ну, и вы знаете, я девчонка спонтанная. У меня может, знаете, сегодня нет, а завтра мы уже где-то. Вот такое может быть. Но в планах нету ездить на море куда-то, да, потому что, ну, как бы для меня это вот заразу, честно говоря, собирать. Плюс это дискомфорт, тысяча людей. Последние разы, которые мы были на море, мы всегда возвращались с какой-то там палочкой. Всегда это какое-то отравление, я не знаю, вот эти вот ротовирусные эти палочки. Поэтому абсолютно это номер один, вот что мне не хочется, да, там что-то подцепить. Ну, и другой вопрос, это то, что сейчас, ну, просто все настолько заполнено везде и вообще непредсказуемо. Куда ты поедешь, что там тебя ждет, и цены завышенные. Поэтому я, ну, как бы у меня в планах где-то здесь, в Ростове, я бы хотела снять какой-то домик с бассейном. И вот, знаете, там дня на три, вот нам можно, в садике можно делать этот выходной без справки, да, там на два дня, например, да. Три дня уже надо справку там, по-моему. Вот, поэтому, ну, вот я планирую какой-то домик снять. У меня там есть на примете один, только я его потеряла из виду. Надо еще раз его найти. Вот. И да, вот так вот поехать, может взять маму и Кристину, и может Виталика захочет, так все вместе поехать, может отдохнуть там. Ну, смотря как получится, я просто не помню, какие там что условия для. Вот, и может быть периодически вот так вот туда раз в месяцок за лето, ну, доезжать. У нас и в сентябре все тепло, как бы. Ну, просто хочется хорошую погоду, не так, что ты снял там, потратил деньги, а ветер, и ты не можешь отдыхать. Сейчас наладится погодка, и все, и будем мы тусить там всем. Там я буду искать всякие интересные места, и влогопарк может быть, хотя вроде бы его там затопили, а вроде нет, непонятно. Вот, короче, что касается отдыха и все такое, потому что много вопросов задают, собираемся ли мы куда-то ехать. Вот, пока не собираемся. У нас тут еще один момент такой тоже подвешенный. Вот, этим летом тоже будет решаться вопрос, как бы вообще переезда. Будем ли мы переезжать? Этим летом будет решаться, где-то в середине, в конце лета. Будем ли мы переезжать вообще из Ростова в другое место, может быть, в другую страну? Или не будем переезжать? Это будет решаться все тоже этим летом, поэтому я не могу планировать далеко, потому что все вот так вот подвешено, непредсказуемо. Все, как я люблю. Кристинка осталась дома, а я у нее позаимствовала ее новый стакан. Я себе заказала такой же, размером такой же. Я говорю, дай попробую, запробую. Реально такой крутой этот стакан вообще по качеству. Вот так вот пить удобно, закрывается. Он уже уронил, Милка уронила стакан, ничего не пролилось. Вообще, очень удобно. Требедично закрывается. Тут даже ручка есть вообще. Удобняк. Она заказывала, по-моему, на Нью-Чик. Еще не помню, на каком сайте она заказывала. И сейчас все у вас так. Ой, девочки, видео про ботокс, наверное, выйдет вперед всех, поэтому здесь я вам скажу, что я еду на ботокс, вот заправилась. Я, кстати, заправилась такая, еду. У меня все время, когда мигает лампочка, не мигает лампочка, а уже там вот последнее деление, уже мигает оно даже. Оно уже мигает, как бы сообщает. Заправьте скорее. А я ищу заправку ближайшую. И мне кажется, что я сейчас вот-вот останавливаюсь. У меня уже был случай в Москве, когда на Тверской стала машина моя. Мы были с Люсей вместе. Вот. И вот это вот ходили. Там, оказывается, еще не во всю емкость тебе нальют, блин, этот бензин. Там правила какие-то свои должны быть. Так, короче, сейчас я еду на ботокс. И уже я буду после ботокса впечатлениями особо делиться. Не буду здесь, потому что у меня будет отдельное видео. Отдельное видео, прям как я иду. Все подробности, чтобы вот здесь не занимать полвлога ботоксом. Поняли, да? А, иду я, кстати, на него вместо солярия. Вот. Ну, если что, я оставлю под видео ссылочку на видео с ботоксом. Посмотрите. Оно будет коротенькое, емкое. Мое первое впечатление, мой первый поход. Там больно, не больно. Все, что я чувствую. Кстати, по имплантам очень странно. Когда я спрашивала во влоге, я говорю, девочки, расскажите, сколько это стоит. Мне кажется, что имплант стоит где-то тысяч сорок. Ну, это просто общее. Так понятно, что это индивидуально. Каждый пишет, но все равно я общую тенденцию такую наблюдаю. И когда я говорю, мне кажется, что тысяч сорок стоит. А мне говорят, да, ну, сорок, это пять лет назад стоило. Там девочки писали, там, и восемьдесят тысяч один зуб стоит, и семьдесят тысяч один зуб стоит. Я такая думаю, нифига себе. Когда я пошла к врачу, он мне посчитал, значит, что будет стоить пятьдесят пять. Ну, плюс снимок, плюс там, а то, сё. Ну, короче, я округлила, шестьдесят, как бы, мне обойдется зуб, имплант. И многие стали писать, нифига себе, обдиралово, как у вас дорого. Да у нас в Москве дешевле. Вообще, прикол. Ну, мне кажется, нормальная цена. Просто у нас хороший доктор, хорошие материалы. Это же тоже все зависит от этого. У нас доктор, который себе цену знает. Материалами, которыми он работает, тоже, как бы, ручается. Он мне триста лет назад поставил коронку, которая прекрасно стоит, вообще никак себя не беспокоит. Зуб не беспокоит, коронка не темнеет. Все прекрасно. Вот, поэтому... Ну, и еще у него легкая рука, он уколы делает вообще не больно. Все очень быстро, четко. Как бы, зачем мне искать, там, на пять тысяч, на десять дешевле. И непонятно, как оно все пройдет, и что мне на самом деле сделают. Крошки мои, ну что, первым делом я сделала заказ в Сбермаркете. Видите, сколько пакетов. Все, в принципе, взяла стандартное. Сейчас из того, что я нестандартное взяла, просто здесь покажу быстро. Так, я взяла... Я недавно узнала, что Денька мой ест сосиски. Взяла вот такие сосиски попробовать. Ну, я хотя брала, вроде вкусные. Без сои написано. Без всего лишнего. Потом с Кристинкой доели майонез, представляете, а тут я увидела сметанный майонез. Не пробовала. Надо попробовать с пельмешками, видите, хорошо. Интересно, какой она вкус. Если что, во влоге скажу, потом покажу. Так, взяла вот такую вот икорку с копченым лососем. Это я люблю, вот, с вязанкой докторской, например, да. Сначала вот это намазать, а сверху докторскую колбаску положить. Можно еще помидорчик сверху, вот я люблю. Такой бутерброд. Из необычного взяла еще сметану 15% из топленых сливок. Тоже не пробовала, интересно. Как будто она коричневого цвета внутри. Тоже попробую, покажу. Виноград взяла. Короче, картошки два вида, молодые и немолодые, яйца, помидорки какие-то взяла. А, вот моя любимая икра, кстати, обломов из молодых кабачков. Ну вот из кабачков мне нравится больше, чем из баклажанов. Тоже я люблю с докторской колбасой в прикуску бутерброд. Сейчас, кстати, буду есть. Так, молока набрала там такого. Кстати, с таким молоком удобнее, даже я его пью. Денька не всегда его пьет, я бывает пью, и чтоб не пропадало, потому что реально открою обычное молоко, выпью один стакан, и все, пропадает потом. Я решила взять маленькими, и все, тогда буду знать точно, что выпью. Еще недавно я была в гостях у Лены, и попробовала у нее кофе на овсяном молоке. Кстати, вообще, по-моему, его не отличить от соевого. Так что я решила одно себе взять, своей фирмой, у нее Альпра было. Вот, я, короче, решила взять попробовать одно. Так что, если что, вот не было соевого, моего любимого, поэтому я взяла это, как альтернатива, может быть. Так, хлеб отрубной, это я всегда беру. И знаете, что еще? Ты не боишься? Нет, Зай, я не боишься. Обожаю вот такие огурчики, беру их всегда. Мы хорошие. Мы хорошие? А ты не боишься. Не боишься. Слушайте, вообще хотела несколько перчиков взять, а я сейчас смотрю, смотрите, сколько, это 600 грамм. 600 грамм перчиков, как много получилось. Можно сделать фаршированные перчики, я их люблю. Так, яблочки взяла Айдарет, мои любимые. Вот, 2 килограмма. Картофель взяла вот такой, и еще картофель взяла вот такой. Ну, короче, один молодой какой-то, один не пойму, какой, короче. Взяла 2 вида картофеля, потому что удаленно я не совсем могу понять, именно какой картофель мне придет. И часто вот я заказываю, а мама потом недовольна, говорит, что ты за картошку заказала, она пропадает быстро. Ну, короче, в общем-то и все. Всем привет, мои хорошие. И вот я уже в новом образе. И все такая новая, все такая, мне кажется, скоро буду идеально красивая. Вот, начинаю вам новый влог. Сегодня мы идем за Денечкой и планируем погулять, поплескаться на фонтане. Денькин дебют. Я его взяла, забрала пораньше с садика, чтобы он... Давай, чтобы он на фонтанчике поплескался. Иди! Оделай шортики, которые нам подарила Леночка, они такие классные прям. Ну, беги! Сюрприз. Сейчас на улице прям хорошо, ветра нет, жара в 30 с лишним градусах. Денькин. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вы хорошие, вы не поверите, что я делала сегодня. Наконец-таки добралась и впервые за долгое время, что уже там у меня ломается, я прибрала гардероб. Ходите, покажу. Именно в гардеробе прибрала. Ой, ну что? Теперь открываешь. Убрала здесь все лишненькое, потому что мне прям не хватает с этой стороны, чтобы, знаешь, я заходила, открыла, поставила свою сумку, положила Денькину кетку, ну, там, знаете, почистила обувь, почистила одежду. Тут вот вариант сумок летних у меня. Вот это вот затесалось тут случайно. Это вообще надо, чтобы Деня не видел, а то он захочет сразу в это играть. Вот, весь верх убрала, теплый, наверх. Вот так, видите, ничего лишнего. Там сумки, которые я не планирую в ближайшее время носить. Ну, если что, они в доступности. Здесь у меня мой магазин. Висит половина вот там вот все с магазина. Надо, наконец-таки, им заняться. Вот это все магазин. Вот там все магазин, куртки. Вот. Ну, с краю оставила здесь место. Это если кто-то пришел, ветровочка какая-то, да, чтобы можно было повесить сюда и туда. И так, осталось только стекла помыть. Видите, стекла грязные еще. Я тут ковыряла сейчас так долго, что просто ой-ой-ой. Всю зимнюю обувь я убрала тоже наверх. Вот. И здесь осталось у меня вот кроссовочки. И вот до самого верха все там убрала, помыла и выложила всю летнюю обувь. И еще здесь магазин у меня. То есть вот это в магазине у меня продается. Потом наверху убрала магазин. Наверху вон раз, два, три обуви. В общем, вот такая красота. Ну, более-менее аккуратненько. Вот этот мешочек распродам. Что-то разыграю, что-то распродам. Надо, надо, надо. Всем этим делом заняться. Но главное, что там теперь очень чистенько. А здесь у меня теперь куча вещей на отдачу. Это вот на отдачу для деток, вот куда я обычно отдаю. Это Леночки приготовила. Тут, короче, крестинки на что-то. Короче, всем все раздаю. А это моя милочка. Скажи, мам, я забодалась тебя ждать. Когда ты освободишься и уделишь мне внимание? А кто-то хрюкает. Мама даже не ела ничего. Я только один угол разгребла, представляете? И мне надо таких углов 50 разгребсти. Короче, я перебираю вещи с зимние, летние. И вот меняю их местами. И все это такая долгая песня. Девочки, достала шлепки. Прихожу, Деня говорит, мама, ты купила? Говорит, мам, ты купила? Я говорю, нет, не купила, они старые. Он говорит, ты старые купила? Это старые. Старые. Это шлепки, которые уже были у меня. Деня говорит, старые. Фу, короче, девчоночки мои, офигеть, как я задолбала. Кисть, сделай, потише чуть-чуть. Перебрать зимние на летние. Моего гардероба это трэш, конечно, вообще. У меня спина отваливается. С учетом того, что я еще сегодня сняла очень много видео. Я просто даже цифру не буду говорить. Еще монтировала. Ела только бутерброды. Буквально пару бутербродов я за сегодня съела. Вообще у меня даже аппетита не было. И утром съела там что-то бутер. И в обед бутер. И вот сейчас думаю, шоссиски сварить, что ли? Ну, что-то по-быстрому. Вот. И уже надо ложиться спать. Спина отваливается. Но в целом чувствую себя хорошо. Когда преображаешь себя, хочется и квартиру тоже чуть-чуть подрасчистить. Вот. Ну, шкаф в порядок привела. Свой. У меня в спальне два шкафа. Один шкаф в порядок привела. Вторую часть надо тоже допривести. Вот. Завтра этим буду, наверное, заниматься. Завтра пятница. Еще что-нибудь подсниму для вас. А потом уже выходные. Мы планируем, может быть, сходить куда-нибудь, найти какое-то местечко интересное, классное. Может, с братом проведем время. Ну, с братом, с его семьей, с племяшкой. На выходные. Вот. Посмотрим. У нас в эту субботу логопеда нет. Она, по-моему, уехала в отпуск, сказала. Поэтому мы к логопеду ходить не будем. Ну, может, мы просто пойдем в бассейне поплаваем. Хотя, чего в бассейне плавать? Лучше на природе тогда уж. Вот. Короче, в целом хорошо. Все удовлетворено. Что я доделала хоть такую значительную часть, которая давно собиралась идти. И оно, знаете, как правило, я вообще не собиралась сегодня этим заниматься. С чего я начала вообще? Я начала с того, что я снимала видео и померила обувь. Это последнее видео, которое я доснимала, там была обувь. Я померила эту обувь. И потом подумала, куда мне поставить их. И вспомнила о том, что я не достала свою летнюю обувь. Я полезла наверх. Доставать свою летнюю обувь. Все началось с обуви. То есть сначала я перебрала эту обувь, всю полки. Потом я такая думаю, о, а здесь, а здесь. А вот тут давно хотела освободить. И оно, знаете, как снежный ком. То-то-то-то-то. И в итоге убрала этот гардероб. Пошла в спальню и начала там все спонтанно перебирать, вытаскивать. Короче, у меня столько летних вещей. Столько нарядов всяких разных. Мне кажется, я за лето все даже по одному разу не одену. Но я что-то уже раздала. Уже там в сумке пакеты собирала. В общем, все нормально. Ладно, пойду я четки все-таки в кино. А, еще вы наверняка заметили мои бровушки темные. Да, а то я же снимаю на камеру, на эту не вижу себя. Темные бровушки. Да, это мы с Кристиной на ее канале красили, тестировали новую краску. Сьез. Вот, Кристина красила себе, я красила себе. А видео получилось... Видео получилось больше развлекательное. Поэтому, если хотите поднять себе настроение, заглядывайте, Кристинки, на канал, смотрите видео. Я на это видео ссылку оставлю под видео, посмотрите. Называется «Новая идеальная бровь». Новая идеальная бровь. Всем доброе утро, мои хорошие. Смотрите, совсем недавно, вы помните, я покупала Деньке кроссовки. Здесь у нас защита даже впереди стояла. Посмотрите, что он сделал с этой защитой просто. Я не знаю, здесь, наверное, карбоновая должна быть защита. Мой новый летний лук. Так вот, на домашнем, как говорится. Короче, я к тому, что еще у него и каким-то образом, просто посмотрите. Это эти язычки. Как это вообще возможно? Я не поняла. Язычок весь растрепанный. Короче, сегодня пойдем... Сегодня, не, не сегодня. Сегодня после Сандика на фонтан и на роликах кататься. Завтра пойдем в магазин покупать сандарь. У нас какой день, шикарная погода. Мы на фонтан ходим. Вечером. Вчера, кстати, мы тоже ходили на фонтан. Но Занька захотел резко в туалет, а там рядом нигде в туалет не сходишь. Поэтому я говорю, пойдем домой и потом на фонтан. В итоге мы сходили домой. И он потом передумывал раз 10 на этот фонтан. И я говорю, ладно, давай уже завтра. Уже поздно было. А еще, я думаю, тоже завтра, выходной день. Я хочу... Помните, нам подписчица присылала донат, так можно сказать, да? В прямом эфире. И она сказала, чтобы я купила что-то Деньки. И купила... Ну, с Кристиной мы были, и мы что-то себе купили. Так что на днях буквально. Я даже думаю, сделаю отдельное видео, что мы там будем покупать. В общем, будем фантазировать. Но Деньки я сандали хочу купить. Вот. А на остальную сумму мы поделим. Заскочила в магазинчик. Взяла круассанчики с малинкой. Не знаю, Кристина, кстати, наверное, в обед только придет. Сейчас чуть подогрею. Кофеок свой. Кстати, меня прикололо брать овсяное. Мне кажется, даже это еще полезнее, чем соя. Овсянку же утром полезно есть. Вот. И овсяное мне очень тоже понравилось. Я его до этого, видимо, не пробовала. Либо как-то не распробовала. Вот овсяное и соевое. Но в нашем магазине нет, короче, моего любимого. Взяла Альпра. Ну, я у Лены попробовала Альпра. Нормально, вкусно вроде. Ну, комфортно, не жирно. Вот. Так, все. Сейчас начну дело делать. Надеюсь, в первой половине все закончу. И тогда во второй буду свободна. Или что-то надо будет планировать интересное. Горячие круассанчики. Просто они, мне кажется, пар от них идет. С малинкой свежие. Две штучки взяла. Ну что, мои хорошие, редкие дни, когда я реально в первой половине дня успеваю сделать все. Но я уже сегодня не планировала снимать, потому что вчера много всего наснимала. И сегодня я планировала помонтировать. И думала еще успеется куда-то сходить. Вообще хотела на ногти сегодня сходить, на педикюр. Все-таки решила летом делать педикюр. Такой же френчик красивый. Так же к Елизавете ходить. Вот. Но у нее не было окошек. У нее вообще прям запись такая плотная. И только аж в четверг она сможет меня принять в удобное для меня время. Вот. Поэтому я записалась к ней. Аж на четверг сделаю вот такое. И получается где-то педикюр получается где-то раз в полтора месяца делаю коррекцию. А ногти, ну, раз в три недели, да, там раз в четыре недели. Короче, две коррекции ногтей, одна коррекция педикюра через раз. Вот. Поэтому я подумала лучше сделать, чтобы я их не парилась. А то лак все-таки обдирается. Уже пяточки надо и почистить, и все такое. В общем, пусть все сделает профессиональный человек. Вот. Еще я записалась на массаж. Тоже хотела сегодня на массаж пойти. Но опять же все занято. Я нашла девочки, свою массажистку. Думаю, блин, куда мне идти? Я помню, что ходила один раз к массажистке, она потом забеременена, уволилась, там в декрете была. Потом перестала что-то там работать. Нашла другую массажистку, одну, вторую. Они все уволились с предыдущего места. Я такая думаю, блин, куда идти? Опять массажиста мне искать. И думаю, блин, у меня же где-то был телефон массажистки той, первой самой, ее Маше зовут. Да, я на первый вызов звоню. Я говорю, а вы работаете? Она, да, я работаю. А вы, говорит, у меня были? Я говорю, да, я была, вы работали там-то, там-то. Она говорит, ну, я работаю недалеко, типа, ну, там уже не работаю, работаю недалеко. Я такая, ой, запишите мне скорее. Она реально такой классный массаж делала. Мне один раз к ней на массаж стоит пойти с моими проблемами. Я помню, спина болела, я спать не могла, долго засыпала, да, вот прям, ну, схватила. И она делает приятный, тот редкий приятный массаж, прям, вот, знаете, вот прям по точкам каким-то. Она прям руку так поднимет, вот так сделает, вот там, где надо, надавит под лопаткой, понимаете, промассирует все. Я выхожу, у меня все прошло. То есть это не тот массаж, куда надо все время ходить и ходить. Я один раз ходила, у меня все рукой сняло. И мне на несколько месяцев хватило. Ну, опять же, я сижу, какой образ жизни веду. Потом раз-раз опять. Ну, короче, надолго хватает, что это как таблетка вот раз, ее минутная, и сработало. Класс. И, блин, и она меня записала. Вот. И либо в воскресенье к ней пойду, либо в понедельник. Там у нее окошко было, если не подтвердится, то раньше пойду. Если не подтвердится, то в понедельник. Вот. Короче, это важно, да, потому что я что-то опять, как ложусь спать, так у меня, ой, что-то тянет везде. Вот. Сейчас я иду уже за Денькой в садик. Мы пойдем на фонтан. Возьму полотенчик. А уже такая тоже приготовилась. Чуть-чуть подзагорать. И сегодня целый день у меня был такой. Валялась. Фильм посмотрела. Трое называется. С Хабенским. Ну, такой себе. Такой какой-то питерский, я бы сказала. Настроение Питер. Фильм Настроение Питер. Такая мелодрама, что ли, или как оно, что-то такое. Так. Никаких вот, вот таких вот скачков не было. А, кстати, сериал «Мир, дружба, жвачка» реально крутой. Спасибо, что мне советовали его. Мне понравился и первый, и второй сезон. Я вообще не заметила разницы, что это были два разных режиссера. Для меня это как один. Один сериал такой просто длинный прошел. И, ну, прям и сюжет, и актеры, и игра, все просто молодец, все супер. Я желаю всем, рекомендую посмотреть этот сериал «Мир, дружба, жвачка». Вот реально достойный. Мне нравится, очень понравился. Я плакала там много. Затрунули мои души, струны души. Вот. Еще мне хочется чего-нибудь, блин, малышный коктейль, мороженое сейчас точно. Надо идти за день, кого раньше на час заберу, чтобы мы с ним нормально порезвились там на солнышке. Кристинка вчера еще уехала от меня на светание. Вот. И осталась дома ночевать. Сегодня мы с ней созвонились. Ну, что-то она решает пока дела. То-се. Вообще сказала, к трем придет где-то. В итоге что-то ее к трем нет. Ну, ладно. Может, она и сегодня ей не приедет еще. Неизвестно. В общем, я пошла с малым кувыркаться. На улице прям жаришка. Я, смотрите, кстати, с каким пакетиком хожу из фикс-прайса. Очень мне нравится. Ну, сумочка такая. Там внутри все прорезиненное. Мокрое полотенце можно положить. Ну, и вообще стильно смотрится. День, что орешь? Денька прискакал. Сушится. Печеньки кушает. Фруктошку. Водичкой запивает. Проголодался ребенок. Напрыгался. Кстати, первый раз, когда мы ходили, он прям мерз. Такой прям первый раз замерз. А сейчас уже вообще не дрожит. Уже там полчаса бегает и не дрожит. Ну, еще и жарко у нас, быстро остывает. Так, после фонтанчика мы зашли в магазинчик. Хочу приготовить фаршированные перцы. Сейчас тут посмотрим, что тут есть. А, я же хотела взять. Что, что, что я хотела взять? Деньки, что-то хотела взять, забыла. А, йогурты, это в другом месте. Так, здесь ничего нам брать не надо. Это у нас все есть. Хочу фаршированные перчики приготовить. Взяла говяжий фарш. Вот такой. Я не кайф молоть что-то, тем более говядину. Уже готова взяла. Вроде неплохой. Должен быть. Попробуем. А, еще сок хочу купить. Жарище такая стоит. Хочется пить сок. Ммм, блин, жалко здесь рыбки нет. Вкусные лососьки. Какая-то ерунда одна. А, у меня же есть офигенная рыба. Скумбрия. Да, надо ее засолить. Все, взяли. Теперь сок. Теперь сок хочу вкусный. Вкусный сок. А, кто-то мне говорил, что здесь оливки еще есть какие-то. С анчоусом. Офига с анчоусом. С рыбой. Рыбные. И кто-то 4 сыра еще говорил есть с сыром. А, вот и с голубым сыром. Бандюэ. Надо будет взять как-нибудь попробовать. Я просто не очень люблю оливки. Ой, девочки, как я ненавижу. Просто ненавижу ходить за продуктами в магазин. Вот я зашла. Нет, мне надо 3 сока взять. Мне надо 1,5 килограмма нектарина и бананы. Надо прямо сейчас взять. Просто я думаю, ну ладно, сейчас пока доставку ждать. Еще 2 часа, не кайф. Возьму все самое. Вот сейчас тащу просто и матерюсь, что я тащу этот пакет. Ну что, мои хорошие, мы пришли. Лук резала просто слезы градом. Сделала пол большой луковицы. Здесь у нас 400 грамм говяжьего фарша. Готово уже. Взяла вот такой. Сейчас попробую, кстати, нет ли там прожилок, ничего такого. Вот лень была делать самой фарш. Здесь у меня где-то 62 грамма риса в рецепте, который я нашла, который мне понравился. Рис был сырой, не надо его варить. Перцы подготовила. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять штук. Вот один на всякий случай там еще есть. Сейчас я лук, рис и фарш перемешаю. Запекать мы будем, кстати, их в духовке. Это рецепт в духовке. Там было, в рецепте было 500 грамм свинины, 100 грамм риса и одна луковица. Свинину нужно было перемешать с луком в мясорубке и добавить 100 грамм риса. Поперчить и посолить. Все по вкусу. Я же люблю говядину и буду делать из говядины. Здесь у меня 400 грамм. Лука я взяла тоже на глаз, половинку большой луковицы. Ну, а в пачечке у меня было 62 грамма риса, поэтому я сюда добавила. Посолила, поперчила, перемешиваю. Лук у меня, кстати, был не перемолотый, а просто я его порезала. Теперь я начиняю наши перцы. Вот, кстати, наши перчики. Я их выложила вот таким вот способом. Способом. Способ наисложнейший, запоминайте. Дальше мы делаем подливу. Для рецепта нужно 3-5 помидоров. Но у меня остался один, я увидела. Поэтому я буду делать 1 помидор. И добавлю вот кетчупа, который надо уже израсходовать какого-нибудь. И мы будем делать подливу. Сейчас я брошу сюда помидор. Потом залью там кетчуп, поскольку это лавровый лист. Два чесночка зубка, у меня сухой будет чеснок. Посолю, лавровый лист кину, воды долью. Короче, я такую подливу сделаю, которую залью потом перцы наши. Так, ну что, вот намешала. Вот он лучок, кетчуп здесь. Воды долила. Не знаю, кстати, надо, наверное, полностью, чтобы покрыла водой. Вот это не было написано в рецепте. Сколько воды-то налить? Сейчас оно покипит минут 5. И я залью перцы. Ну что, наша подлива готова. Я выключаю и заливаю. Так, пахнет вкусно. Так, отправляю наше блюдо на 40 минут на 200 градусов. Делаем сверху и снизу. Так вот. И 200 градусов на 40 минут. Ну что, мои хорошие, по-моему, все готово. Ой! Кстати, прошло 40 минут. Так, сейчас прекратится. Вот это вот. Прошло 40 минут, и я перевернула их. Так что они с обратной стороны более загоревшие. Вот, например, можете увидеть. Да? Я их просто перевернула, чтобы они еще вот здесь поджарились. Но я думаю, в принципе, они готовы. Пусть остывают. Ну что, пробуем наш супер перчик. Честно говоря, девочки, я его готовила впервые, чтобы вы понимали. Боже мой! Как это вкусно! Обалдеть! Этот соус просто восхитительный. В сочетании с перцем все готово вообще. Все-все. Обалдеть, девочки. Попробуйте. Обязательно попробуйте. Я думаю, вам понравится. Просто балдеж. Я один положила. Сейчас еще второй. Нам наверну. Ой, мои хорошие! Это одно из самых вкусных блюд, которые я готовила. Честно, ну, правда, оно просто получилось такое насыщенное у меня. Яркий вкус такой классный. И сочетание вот этого... Я вообще люблю просто даже болгарские перцы, чтобы вы имели в виду, да? И я их всегда как бы где-то что-то заказывала. Мама там бывала готовит. Но никогда не запекала их, даже не варила. Помню, вареные как-то. Но они такие более простенькие. А вот запеченный и вот с этим соусом он какой-то такой кисло-сладкий получился. И прям вообще вкус сейчас вообще какой-то невообразимый. Самое интересное, что я не голодная сейчас была и ела. То есть я даже не хотела есть. Думаю, ну ладно, надо попробовать девчонкам сказать, как. Я просто обалдела, съела два перца, да. Кайф. Блин, так хочется теперь всех угостить. У меня еще перчики остались. Очень быстро, просто. Классно. Надо будет еще попробовать все-таки по рецепту сделать, чтобы одни помидоры были. Очень клевое сочетание, когда прям много помидорчиков этих вот туда в подливочку прям кладется. Вообще очень вкусно. Вот. Все, время, короче, сегодня уже 22.43. Я, наверное, с вами буду прощаться. Сейчас я смотрю, кстати, фильм «Ребекка». Смотрю его по Netflix, на Netflix. Вот. Ну, вроде не чешный такой интересный. Вот интересно, чем все закончится такой. Ну, ничего особенного, но смотрю, интересно. Вот. И будем ложиться спать. Денька там мультики смотрит. И завтра суббота. Кристинка, кстати, сегодня не приехала. Вот. Завтра, может быть, мы с ней встретимся. И у нас, оказывается, завтра логопед все-таки будет. У нее с первого числа, с первого июля отпуск. Поэтому завтра мы еще идем к логопеду. Я думаю, мы завтра проснемся с Денечкой. И прям в первой половине, наверное, короче, поедем за сандаликами ему. Вот. Сегодня, думаю, с вами попрощаться. Завтра начну новый влог снимать. А еще что хотела поделиться по поводу нарощенных волос. Волосы классные, да. Все меня устраивает. Все замечательное. Все равно даже эти волосы, они пожестче моих. Вот представляете, насколько мои волосы мягкие, шелковистые, и что очень сложно подобрать искусственный волос такой же, чтобы он был. Хотя эти качеством хорошие волосы. Но меня радует, что они хоть, понимаете, лежат вот так вот. Но я уже завтра буду мыть голову впервые. Все вместе вот так, да. И может быть, я здесь использовала бальзам не очень хороший, когда я их самостоятельно мыла. А завтра подумать голову, и я уже свой любимый бальзамчик использую. Еще, может, уходик какой-то сделаю. Надо будет на второй канал снять. Я там хочу один корейский уход как раз на эти волосы. Вот. И еще такая нарастила волосы и думаю, зачем я их нарастила летом? Ну, мне прям по кайфу было просто. И я забыла, что с ними-то жарко, девочки, жарко. Вот что-что. А летом я вообще не рекомендую наращивать волосы. Поэтому я сейчас с ними похожу, просто у меня кайф видосы поснимать. Соскучилась я за длинными волосами. Мне прям их обрезать хочется, понимаете. А потом думаю, ну зачем их обрезать? Если ты хочешь длинные, не стоит обрезать тогда. Вот. Но, в принципе, с ними что хорошо, что я могу делать высокий хвост. Я, когда была наращена с теми волосами, я не делала высокий хвост. А с этими красивый высокий хвост могу делать. И видео даже вам такие снимаю. В общем, она так нарастила, что это все дело удобно делать. Вот. Поэтому я с ними похожу, сколько походится мне. А потом я их сниму и коррекцию, думаю, делать не буду. Потому что все-таки очень жарко у нас. И прям хочется, знаете, наверх хвостик маленький поднял. И все. И даже если с распущенными, больше легкости. Вот. Поэтому такие дела. На лето не стоит. Но я их уже продавать не буду, эти волосы. Я их точно оставлю себе. И когда похолодает, прям вот зимой, самое то, ходить с длинными волосами. Хотя уже к зиме мои отрастут. Но все равно, нет-нет, для разнообразия иногда можно. Вот. Такие на лентах вообще мне нравятся. Ладно, мои хорошие, я заболталась с вами. Надо досмотреть уже полчаса осталось фильма. Идти укладываться в спать. Я вас люблю, целую. Пишите ваши комментарии. Кто будет готовить перчики, пишите тоже. Вот. Делитесь своими рецептами, какими-то интересными в комментариях. Ну все. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. Пока-пока.